Сеня Сашникова фигуру звезда сбила с одного удара. Ну, почти сбила. Зато для второй попытки ей разрешили подойти ближе к цели. В правилах это сместиться с кона на полукон. Девушка – ученица 75-й школы. А именно эта школа принимала участие еще в первом турнире. Сегодня по традиции пришли командой. Мы занимались на уроках этим видом. Нам очень понравилось. Мы решили проявить себя в конкурсе. И проявили. Команда девчата, так они себя назвали, заняла второе место. А вот юношам повезло меньше. Опыта маловато. Наверное, еще и потому, что о самой игре узнали практически за пару дней до начала. К нам на пару пришел куратор. Пригласила нас поиграть. Мы решили с ребятами собраться. Почему бы и нет? Игра довольно интересная. Интересное место. Команда просто яблочки заняла третье место. Победителями же стали ученики 10-й школы. Ребята выбили наибольшее число фигур наименьшим количеством бит. Это главная цель игры. Кстати, в этот городошный турнир ребята выбивали всего три фигуры. Организаторы решили сделать скидку на опыт игроков и чуть изменили регламент. Правда, фигуры подобрали не самые простые. Одна из фигур называлась фигура Павлова. Эта фигура была построена сегодня впервые здесь на нашей площадке. Этой фигуры нет официально. Все дело в том, что эта фигура была любимой у Ивана Петровича, но ее название и вообще история этой фигуры была утрачена. И двоюродный племянник Ивана Петровича Александр Федорович Павлов по воспоминаниям восстановил, как эта фигура выглядела. И ее условно назвали фигуру Павлова. В списке 15 официально существующих фигур такой нет. Есть другая письмо. Ее Павлов тоже любил. Но мы попробуем сбить именно фигуру Павлова. Эту фигуру мы попробуем сбить по правилам городка. Но немножко смухлюем все-таки. Официально игра начинается с кона. Мы же перешли на полукон гораздо ближе к мишене. В руках у меня бита. Весит она примерно 2,5 килограмма. Задача сбить хотя бы одну фигуру. Я делаю это в первый раз. Все же по правилам участник должен стоять дальше, на кону. Сбить хотя бы одну рюху, деревяшку в фигуре. Тогда игрок получает право бить с полукона. И так пока не собьет всю фигуру. Городошный турнир – часть четвертого фестиваля. Нобелевские лауреаты России. Золотые имена. В рамках этого фестиваля мы хотим привлечь молодежь как к творческому, так и спортивному процессу. Поэтому одна из номинаций – это городошный турнир спортивный. Еще одна номинация – шахматный турнир спортивный. Она пройдет в декабре. И еще будет у нас номинация теоретическая. То есть, когда будут готовиться доклады. Таким образом, мы хотим объединить учащихся нашего региона в творческий процесс и в науку. Шахматный турнир, теоретические номинации – все это пройдет в декабре. Тогда же, 10 числа, состоится награждение победителей. Самых спортивных и теоретически подкованных ребят ждут сюрпризы. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город.